Семёнов, большое спасибо. Добро пожаловать на микрофон. Давайте включим. Добро пожаловать. Так, Семёнов, спасибо. Значит, со мной здесь коллеги. Сенатор Иван Николаевич Абрамов. Первый из обряд комитета по экономической политике Совета Федерации. Громкий аплодисмент и переходящий в область. Иван Николаевич, глубоко знаком с тематикой, которую мы сегодня будем обсуждать. Также упомянутый Семёнов Владимир Алексеевич Кошин. Первый из обряд комитета по строительству архитектуры ЖКК Государственной Думы, которая занимается практически 24 на 7, той проблематикой, которая является сейчас актуальной, где-то таки, кровоточащей, но приносом с листового угла. Вот, коллеги еще к нам сейчас присоединятся. Хочу сказать, что Союз Советов Социалистических Республик, О, шутка. Союз Советов Абликвартирных Домов, на них, коллеги. Союз Советов МГД. Это структура, которую я рассматриваю, как структура заточного будущего. Это область тех тенденций, которые нам дадут возможность прекратить многомиллиардное хищение, поддержку протоколов, подделку, извините, подделку протоколов, прекратить разные другие явления, связанные с безобросовестностью управляющей компании. Наше региональное отделение ЛПР много лет занимается защитой прав жителей многоквартирных домов. Недобросовестные управляющие компании уже в печенках, при этом служба строительного надзора, жилищного контроля, которую в народе иногда называют «своих позов». Недостаточно принимают усилия для наведения проектов. Многое сотрудничество вопросов связано с ЖКХ. Огромное количество обращений мы получаем, я как представитель партии, центральный аппарат и среди того многообразия моделей нормализации работы в сфере ЖКХ в стране, которую каждый из нас годами, поэтому вынашил, смотрел на опыт, как раз Советы МКД, Советы многоквартирных домов представляются нам той моделью, которая поможет при своем развитии интеграции на всю Россию решить те самые важные проблемы. Мы-то второй раз уже запускаем, для того, чтобы люди эффективно пользовались своими правами, серверы образовательных мероприятий, которые условно между собой называют «школу-продук», где собираем председателя и активных жителей различных микрорайонов. Председатели Совета МКД, я имею в виду, профессионалы проводят лекции, фактические занятия, к нам присоединился Сергей Янович Каргинов, демократ государственной дубы, координата Красноярского краевого отделения РТПН. Всех успехов нашей школы во-вторых, всех невнодушных настоярцев, мы объединили в телеграм-канале Союз МКД, здесь мы все коллеги оперативно получаем новости сферы ЖКХ, обменяемся опытом, общаемся с депутатами разного уровня РТПН. Уже несколько первых месяцев работы показали, что это стабильная аудитория действительно активных людей, людей близких нам, нашей партии, друг. Это востребованная форма, вообще это учитывая, что проблемы у нас схожи во всей стране, можно эту практику распространять в любом регионе. Я хочу поблагодарить всех у вас, дорогие коллеги и друзья, хочу поблагодарить наше Красноярское краевое отделение РТПН, хочу поблагодарить тех невнодушных граждан, которые придумали этот формат Совета многоквартирных помоев, и сказать, что, безусловно, мы еще умеем надести порядок. Это не какая-то безрубранная, рейтинговая заявка, мы на рейтинги, нам лозунги здесь не нужны, у вас профессиональный отдел, то есть сегодня мы будем в Неркубке, послушаем всех вас, ваши идеи, ваш код, ваши предложения по интеграции на соседние, далее, регионы, вашего опыта. Вся страна, это были потилые дома. Конечно, мы выступаем за одноэтажное коттеджное строительство, за то, чтобы люди оставались в селе, а там будут именно одноэтажные дома. Ну а сегодня, значительная страна всей страны живет именно в МКД. Вот я всю жизнь тоже родился и вырос, никогда, правда, МКД не говорил, но должен сказать, что те форматы, которые сейчас отказаны, в Неркубке, в Неркубке, считают действительно, которые видны этого ДПР, возможными для интеграции между страной. Будем говорить об этом уже в ходе предстоящей осенней сессии Государственной Думы. Вот я ищу, чтобы не растекаться по-другому общими словами, поскольку очень много конкретных, сейчас я сегодня свершу, законодательный разговор, обменши срога, обменши срога, обменши срога. Хотел бы послушать вас, но вначале представлю слово моему коллеге, который профессионально занимается много лет, и в Неркубе, и теперь в Неркубке, в Существу, в той сфере деятельности, которая является сегодня сферой нашего обсуждения. Он же почувствовал речь о нем, скидь потянулся в микрофон. Пожалуйста, Владимир Алексеевич Лучкович. Добрый день еще раз, коллеги. Ну, первое, что хочется сказать. У вас сколько человек здесь старше? Более 50 человек. Более 50 человек. То есть я представляю, какое количество людей вы за собой представляете. На самом деле у нас достаточно большое мероприятие, потому что я знаю, сколько за каждым старшим стоит людей, сколько стоит всяких этих жизненных историй. Истории, к сожалению, мы, наверное, сейчас собрались здесь в основном все проблемы, которые мы вместе с вами должны совместно решить. Прекрасная идея, прекрасный подход к обучению граждан к грамотности так, как должна оказываться жилищно-коммунальная услуга. Прекрасно то, что мы сопротивляемся вместе с вами в этом году беспределом и воростом, который, к сожалению, есть в нашей стране. Поэтому мы сейчас все во внимание хотим выслушать все ваши предложения, все ваши наработки. И понятно то, что у нас сейчас о чем сказал Игорь Дагович, мы это будем тиражировать по всей стране и в тесном контракте с вами будем это все дело отражать уже в законодательстве Российской Федерации для того, чтобы для журиков места не было в ЖКХ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова